У нас мучной переулок, здесь должен быть музей мостов. Посмотрим. В ресторан Багайма. Так, что у нас тут? Экскурсия. Вот музей Коса. Поездка на Петербург. Цена есть. 30,80. Вот же из дорожных через Клязьму. Ну да, как продолжение музея железнодорожного. Но там какие-то вот макеты тоже есть. Транссиба. Спасибо. Да, спасибо большое. Да, да, да. Спасибо. Так, злодная часть дворцового моста через реку Дневу в Санкт-Петербурге. Мост через реку Мойку в Санкт-Петербурге. Большой конюшеный мост. 1128. Макет какой. Шикарный. Вот такого года. Длина моста 15,6 метра. В 30-е годы. Модель выполнена в 1630. Модель моста к ведуку через заводной канал в Санкт-Петербурге. Ямусской водопроводный мост. Да, тут, конечно, вид специфичный, но тем не менее. Это канализация получается. Река протекает. Это кольцо. Это большой Буховский мост через реку Нью в Санкт-Петербурге. Большой Смолянский проект. Шикарный мост. Буховская ваша моя. Ага. Это у нас модель проекта моста через реку Неву в Санкт-Петербурге, 300 метров в длина. Поступила в музей в 1862 году из Ткумсткамеры Петербургской Академии Наук. Такая часть интересная. Снизу. В честь 60-летия коллектива «Мост-отряд номер 9» в честь 60-летия. Мост через реку Неву, Исаакиевский мост. Монеты в этот период движения по Исаакиевскому мосту было платным 1733-1754. Четвертый. Масштабы. Это, наверное, машинка. Карета. Карета. Ага. Ага. А разница? Тысячево-мостовая была, получается, да? Два пролета первого постоянного моста через реку Неву в городе Санкт-Петербурге Боговищенского с 1855-го Николаевского с 1918-го лейтенанта Шмидта. Построен мост в 1843-1850-м. Кукуля. Масштаб. Ага. Модель выполнена в 1862-м году в мастерских институтах Корпус инженеров пути. Сообщение мастером Келлером под наблюдением профессора Сапко. Имеет статус памятника науки и техники. Имеет статус памятник. Имеет статус памятник. Имеет статус памятник. Новый дом. Верный тягорь. Надежда сходится на танк. Имеет статус памятник. Имеет статус памятник. Имеет статус памятник. Имеет статус памятник. Тианеры сходим у нас 70 лет. имеет статус памятник. Продолжение следует... Промежуточная опора «Бык» с ледорезом. Проект выполнен в 1830-м. Мост не был построен. Мост через реку Нарву в городе Нарве. Модель Николаевского цепного моста через реку Днепр в Киеве. Модель масштаба 1,96. Выполнили в Англии в подарок императору Николаю I. Осенью 1849-го ее доставили в Россию. Собрали под руководством автора проекта «Переправы Виньёля» в нижнем коридоре посольского подъезда. Зимнего дворца. Был построен в Киеве в 1853-м. «Переправы Виньёля» Мост через реку Нишу на Московском шоссе. Модель выполнена в 1830-е годы. Мастерских института корпуса инженеров путей сообщения. Мост через реку Малый Волховец. У города Новгорода на Московском шоссе. Модель 1830-е годы была. Выполнена в Мастерских институтах корпуса инженеров путей сообщения. Масштаб 1,84. Построен в 1824-1825 году. Мост через реку Нарву в городе Нарве. 1830-е модель выполнена. Мост не был построен. Пятая. Четвертая. Третья. Модель катка для шоссейных дорог железным барабаном системы Болиланта. Потреблялся при шоссейных работах в Париже и его окружностях. Четвертая. Модель землевозной саморазгружающейся тележки системы Пальмера. И макеты из коллекции образцов деревянных мостовых врубок. Вторая половина XIX века. Мост через реку Мшагу в селе Медведь на Новгород-Псковском шоссе. Макет 30-х годов XIX века. Построен в 1624 году. Автор проекта и строитель Фабр. Так вот. Тут. Угу. Шестое. Модель прибора для погружения бетона. Устройство употреблялось на работах в Тулонском порту. Модель первой половины XIX века. Так. Четвертая и пятая. Пятая с желтыми. Четвертая. Это ближе. Зеленая. Модель планера системы Беккера. Грейдер прицепной. Предназначен для производства профилировочных работ при постройке плотна шоссейной дороги. Для устройства у кюветов в водосточных каналах. Пятая. Модель утюга для выглаживания грунтовых дорог. Макеты из коллекции образцов деревянных мостовых врубок. Изготовлены с их института корпуса инженеров. Здесь сообщение первой половины XIX века. Олександр mile есть берет 18 утра конaráжных рыбок и постройках. ПОСТАЛИСМЕНТЫ Потом в рамках. КОЛЧИТ ПОСТАЛИСМЕНТЫ Наталяя. ПОСТАЛИСМЕНТЫ Субтитры делал DimaTorzok 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 Мост в городе Женеве, Швейцария Построен в 1724 году на проволочных канатах Мост Сен-Жерменской железной дороги, Франция Модель моста через реку поправит, наверное, меня, Халаву на Московском шоссе Построен в 1820-е годы Разборное пролетное строение Австрия Система Кона Заработан в 40-е годы XX века Предназначен для восстановления железнодорожных мостов пролетом до 108 метров Субтитры делал DimaTorzok Модель моста через реку Западная Двина в Витебске Модель моста в Королевском Ганноверском саду, Германия Модель моста в Бутылке Заработан в Витебске Да, отец Мост нужно перестроить, но в начале 20 века это неспокойно. Сначала года, когда мы будем срождать в вашей Крещенной войне, в принципе, это мы лишь в 30-х годах. И мост полностью перестраивали. Извините, потому что на ротах. После изящной и пожурной чугунной подступности, мост превратился в грузопиток в немалочную. Можно это делать, чтобы расширить мост, но это сохранить его аэропорой. Мост для этого не пользовался. И как работает Кобистан? Если на рабочие будут накручивать нитку, как на ботушку, каждый раз, да, вот так вот на Кобистан, то будет идти натяжение. И колонна постепенно-постепенно будет вставать. И так и получилось. Колонна стала профессором собственной частисти. Работа была непростая, но подлили колонн быстро, за 45 дней. А это всего лишь как школьный урок. До XIX века неумысленное дело, с тем учетом, что сам собор 40 лет строился. И, конечно, все были восхищены умом Агустина Агустинича. И точно так же поднимали потом другую главную колонну нашего города. Как вы думаете, как здесь правильно ход на кафе здесь показывает Александровская колонна? Мы под этой Александровской колонной боялись ходить еще, потому что думали, что она упадет, что она крепче строит и рано не упадет. Но один такой человек, он прошел под ней, потом все люди ходили под этой колонной. Молодец. А теперь посмотрите вы. А вот эти маленькие, что в витринах, эти 200 лет назад сделал сам, вы там такой урлят, очень красивый. И, конечно, не давайте, смотрите потихонечку. А на против какого музея стоит Александровская колонна? Комитаж. Между прочим, Александровская колонна это самый главный большой предмет это граница, что ли? Так, все посмотрели? Нет! Давайте пересматриваем. И я вам сейчас... Все не только учили, а еще и строили мосты. И сейчас я вам дам описание моста из 19 века. Попробуйте в этом зале найти по описанию мостов. Мост этот замечательный с вами юношкостью, красотой. И дальше монолитными колоннами и с границами. Найдите мост с колоннами, какую-то с вами с вами с вами. Молодцы! Похож на из-за описки с собой? Да. А на что еще похож на твоих мастер? Ну ладно, сейчас расскажу. На переправу. На переправу. Мост всегда переправ. Вот кто построил этот мост, танцуз, инженер-бассейн. Тоже очень умный и талантливый. И вот однажды приехал в город Шлиссенбург у Ладжерского озера. И там был судоходный канал, то есть по каналу проходили корабли. И вот решил, мост нужен человеку. И чтобы не мешало кораблям, сразу с двух сторон сделал базар мост разводным. Покажите мне, пожалуйста, на модели, при помощи чего разводили мост. Вот этот рычажок мы его крутили, и вот этот механизм вот с двух сторон поднимался. Правильно. Всего лишь за 5 минут. На каждую сторону было 4 рычажка, значит, 4 человека на одной рычажке. А теперь давайте присядем. И на. Присядем. И рассмотрим повнимательнее колонны. А знаете, ребят, те, кто с той стороны, идите к нам, потому что здесь больше украшений. И мы будем с вами смотреть. Как мы столкаться? Не надо. Ваши оба назад. Раз. Учитесь работать с просадками друг с другом. Итак, смотрим на колонны. Это очень необычное было решение, потому что у нас только на колоннах никто не строит. Может быть, даже бассейн так понравился писательский собор, что он решил эту идею принести на мост. А еще давайте рассмотрим украшения. Здесь есть некоторые, которые к чему-то относят. Какие вы эти украшения? Здесь орел. Двуглавый орел. Правильно. Это символ России. Это вообще как государство. Здесь нет. Скажите, что это? Дальше. Посмотрите метод укол. А где еще? Пролетное строение с многорешетчатой фермы системы Тауна. Модель пролета моста через Икумсту. 1851 год. Модель пролетного строения моста через реку Аку города Олексина на Ряшевской-Вяземской Железной Дороге. Построен 1873 году. Макет Романовского моста через реку Волгу на Перегоне на Перегоне Свяшка-Зеленый Дол 1911-1913 год. Опорная часть железного моста через Икум-Тюрьмаку Колызской-Железной Дороги. Аккуратно. Аккуратно. На экран пока не смотрим. Заходите, заходите. Чтобы на экране приняться на выходе все, идем дальше. Двунная каменная труба на реке Гришковки. За разную линию не заходим. За разную линию не заходим. Только не на моделях. И много лет 170 не на родные. И так 170 Железные Дороги уже тоже давно появились. Когда они появились, человек знал только корабли разные, пароходы и кареты. А другого транспорта не знал. И под кареты люди научились со временем строить разные мосты. из 9. Да. Скажите, пожалуйста, поезд тяжелее карета? Да. Быстрее? Да. А еще на железных дорогах мосты они всегда очень высокие и длинные. А еще поезд очень сильно трясет мост. Вот инженеры взялись за голову. Какими должны быть мосты под новый вид транспорта? Крепкими. Крепкими. Они должны такими быть, чтобы я ехал и мосты не разрушился. Чтобы мост не разрушился. Чтобы деталь такая-то упала. А из какого материала? Ну вот беда. Когда появились железные дороги, на них железными по сути были только рельсы и лишние большие детали. В большом количестве ни одна страна мира железо не производила. Следовательно, остается либо камень, либо дерево. Огонь нельзя как строить мосты. А дерево может быть проще. Но там даже не мост полкутся, а целая дорога. Потому что опоры каменный мост как можно держать. В общем, решили, ладно, дерево, из него строили всю жизнь и на железной дороге мост из дерева построили. Мост Петра Первого. Его построили из дерева. Но потом там проехали машины и этот мост разрушился. Потом его заменили на железный мост. Именно металл. 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 Мост Петра Великого сразу был железный. Успейте огорчить. Нет, нет. Но у нас, к сожалению, нет модели. Так вот. Ладно, строим мы мост из дерева. И вот у нас начали когда строить железную дорогу в Санкт-Петербурге к севам, и они сказали, так мы же научились строить мосты. Вот постройте, как мы. Вот такие мосты на каменных опорах. Ну и пусть что он деревянный, зато прочный, похожий на решетку. У него есть железная деталь. Вдоль решетки идут вот такие тяжи. Они делают мост крепче. И вот у нас решили мосты такие строить. Как вы думаете, они были прочные такие мосты? Да. Оказалось, что да, но не сразу. Потому что в Америке такие мосты иногда падали, когда по ним ехал поезд. И никто не понимал, почему. Все было дело в том, что мы правильно смотрели на мост. Потому что, как бы как еще, никто не понимал, как на такой мост идет загрузка от поезда, как она распределяется. И вот эти вот все детальки металлические, они все были одинаковые по толщине. Потому что так проще и не сделать. Но в России решили, нет, мы сперва построим модели, сделаем эксперименты с ними, и только потом будем строить пост. И был у нас такой один инженер, он был 21 год, с вами, Дмитрий Журавска. Он построил модель и натянул струны от одного музыкального инструмента. От скрипки. От скрипка. И вот по скрипке, сейчас я открою, и есть кое-что, чем на скрипке играют. Как не смычком. Мычком. Мычком. Вот он взял смычок в руки и начал водить по модели. Когда вот, ну, сделал такую тяжесть, как будто ездит поезд.